Возродился словно птица Феникс. Некогда расформированный Ульяновский завод тяжелых станков возобновил производство. В 2009 году заводу вернули бренд и лицензию, а в 2019 территорию. На предприятии работает 22 человека. Коллектив небольшой, но это не мешает делать годовой оборот в 195 миллионов рублей. В следующем году генеральный директор предприятия планирует расширить объемы производства. Об этом он рассказал на совете по инвестициям. В пределах двух-трех лет мы очень бы хотели выйти на объемы порядка 500 миллионов рублей в год, увеличение количества рабочих мест порядка 50-60 человек. Но это уже будет связано с развитием не только сборочных производств и производства ноу-хау как такового, но и уже с механообработкой, с нормальным производственным циклом. Где работать ульяновцам и какие профессии наиболее востребованы? На совещании обсудили кадровую обстановку. Как известно, в начале нулевых профессии юриста и экономиста были очень популярными среди молодежи. Тренд на гуманитарное образование спровоцировал нехватку технических специалистов. Сейчас на предприятии нужны технари, которые владеют своим ремеслом. И, кстати, отсутствие высшего образования не возбраняется. 60% вакансий создано для людей со среднеспециальным. Самое главное, что ты имеешь действительно навыки профессиональные. Ты себя можешь работу дать показать уже даже не в качестве просто какого-то документа, что ты вот когда-то прошел обучение, а именно в качестве профессиональных навыков какими-то владеешь. Развитие промышленности и обеспечение ульяновцев рабочими местами входит в приоритетное направление инвестиционного послания губернатора. Как было отмечено в инвестиционном послании, в 2020 году мы продолжим уделять пристальное внимание площадкам и инвесторам, которые будут реализовывать проекты на территории, где раньше работали советские предприятия. К слову, ульяновская промзона ожидает пополнения. На территории региона строится новое производство по изготовлению упаковок из гофрированного картона. В него инвестируют 2,5 миллиарда рублей. 250 рабочих мест уже приготовлено для специалистов. Завершение первого этапа работы и запуск производства запланирован на второе полугодие 2020 года. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.